Здравствуйте, уважаемые друзья! Такой системный ролик, называю его так Глобальная игра Дональда Рюриковича Итак, вот хотел бы вам показать книгу Нечасто её рекламируют Трамп, Россия, гибридная война Книга несколько лет назад, когда Трамп ещё был президентом Соединённых Штатов Америки Ну вот я изучал его жизненный путь, биографию Как он вышел на позицию президента США И вот определяющий момент, мне кажется 2016 год, вот для понимания сущности Происходящих процессов Трампа Активно участвовал в выборах Но в принципе главным кандидатом От республиканцев был Джейкоб Буш Губернатор, второй сын Буша Того знаменитого, директора ЦРУ И президента Соединённых Штатов Америки Ну и по сути при Рейгане он тоже был Так сказать, главным игроком Актёр Рейган что-то решал, конечно Но главное всё делал Буш И вот этот момент переполюсовки На это хотел обратить внимание Поэтому глобальная игра Дональда Рюриковича Вот она идёт уже, ну как минимум 2016 года, но гораздо раньше Ну вот в этой книге я так кратко Высказываю свои там позиции На тот период времени, да Как Трамп вышел, случайно ли он вышел Не случайно, Трамп проект определённых сил Дело здесь, вот я назову фамилию Олес Это вице-президент Должен был быть При Ком, при Рузвельте Президентом США Рузвельт стал, я напомню В 30-е годы была голодуха Не все помнят, что 7 миллионов американцев умерло Голодомор был, но не в СССР, а в США 7 миллионов есть оценки Умерло от голода в Соединённых Штатах Америки Вот чтобы спасти страну от голода, да Но я напомню, вот на Пятой Авене Я в Нью-Йорке много раз бывал Не все знают там Рокфеллер Центр Кто его построил? Ну построили безработные Которые мне платили денег вообще Только за еду И так много чего в Америке за еду Потому что была голодуха И вот чтобы спасти население Америки Рузвельт и самому дальше избираться Назначает министра вот Олоса Который сельского хозяйства Но он там вытащил Америку Накормил от голода спас, да И вот на этой волне Он должен был стать вице-президентом И его задробили англичане Прежде всего Черчилль Через своего агента личного Донова Английская разведка была хозяином Она по сути создавала И разведку Госдепартамента США Которая была раньше И затем вот управление Стратегических служб И ЦРУ Вот на этот момент хотел обратить Олос предлагал экономические проекты Сталину, Советскому Союзу В принципе мир был бы совсем другой Мир не войны А мир Мира Вот это важно Но они проиграли В 1944 году Олос не был застрелен Подтасовали результаты выборов И в республиканской партии И вот вице-президентом Почему сейчас вот эта развилка для Трампа Кого вице-президентом? Трумэна А потом убрали Рузвельта И поставили англичанского агента Трумэна Во главе уже Соединенных Штатов Америки Вот цепочка И стали создавать НАТО британский проект Трамп Это Те силы Которые идут Вот от Олоса Ну они и раньше идут Так называемые изоляционисты Они его поддерживают То есть я хотел сказать Что он не одинок В этом процессе Вот этот ключевой момент времени И конечно все разумные силы Внутри американского разведсообщества Аналитики Все прекрасно понимают Если Морской пехотинец Там в 96-м году Написал И сделал вывод О том Вот книгу про гражданскую войну Крах США 2020 Что Всем управляют лондонские банкиры То же поверьте Для сотрудников ФБР ЦРУ И других Американские спецслужбы Это все давным-давно понятно И среди них есть Патриоты Америки Государственники Которые стали помогать Трампу Вот это ключевой момент времени Что выход В 2016-м году Не ситуативное явление Он проект Государственников Сталинистов Соединенных Штатов Америки Дальше Когда Трамп Начал Вот 4 года Ну во-первых Он оттянул На себя силы И конечно Россия к сожалению Не воспользовалась Вот Его президентством А так Можно было решить Все проблемы К сожалению Без так сказать Особых потрясений Но увы Это время Упущенных возможностей Для России Это уже очевидно И Трамп Оттянув на себя Глубинное государство Это глубинное государство Еще раз Лондонские банкиры Создали Которые взяли под контроль Американские спецслужбы Прежде всего И в целом Власть Он с ним начал бороться Пытаться осушить Но не смог Вот за 4 года Осушить Дальше ставилась задача Англичанами Лондонскими банкирами Его полностью Зацементировать Вывести Сегодня мы констатируем Что Трамп Это преодолел Лещение убрано Вот из Властной Республиканской вертикали И дальше Начинается второй этап Вот осушение Вашингтонского болота Вот на это Хотел обратить внимание И что Трамп Выступая против НАТО Ну помогает России Потому что мы не можем Спасти так сказать Свои так сказать Возможности Потому что Ну даже закон о треске Так сказать По прежнему действует Внедренный Хрущевому 565 тысяч тонн Трески Англичане Для любимого блюда Наших водов Вылавливают до сих пор Вот сейчас он поступил В Госдуму Посмотрим Выйдет он или не выйдет В заключительном моменте И подпишет его президент Или нет Но это 2024 год И так далее Поэтому Надеюсь Что Трамп Сможет Реализовать Ну у него мандат Высших сил Как и у Си Как и у Батьки И надеюсь Что Трамп сможет Довести дела до конца Сейчас Спасибо за внимание